Парад возле каждого дома героя с главным праздником страны ветеранов Зеленчукского района поздравили не только представителей власти юноармейцы и близкие, но и военный оркестр. Подробности у Али Баташева. Али Баташева. 6 октября 1944 года он участвовал в боевых действиях в составе 2-го Белорусского фронта. Был ранен, закончил войну в Германии 16 октября 1945 года. Кавалер Ордена Красной Звезды поблагодарил за оказанное внимание и поздравил всех с праздником. Желаю всем мирного неба, спокойствия и друг друга уважать. Мы помним, чтим, гордимся нашими ветеранами, тем, кто завоевал нам чистое небо, благодаря кому мы сегодня живем в Великой России, в нашей любимой Карачаево-Черкесии. Ветеран Ирина Прокофьевна Чепурнова вытирает слезы волнения и радости. Мелодии военных лет в живом исполнении оркестра напомнили о войне и мире. Времени, когда она пошла добровольцем на фронт, служила наборщиком в газете «Краснофлотец» города Севастополя, участвовала в обороне Кавказа и других сражениях Великой Отечественной. Встречала победу весной 45-го. 75-летний юбилей победы был отмечен поздравлениями и подарками Народного Собрания Республики, юнормейцев и бравых военнослужащих действующей российской армии. Желаю вам крепкого здоровья, радости, чтобы люди, которые нас окружают, всегда были рядом, всегда приходили вам на помощь, чтобы вы знали, что мы всегда рядом, мы в обиду больше не дадим. Очень даже, очень понравилось. За жизни такого и не видала. Самое наилучшее, хорошее. Всем желаю хорошего только. В этот день специально для Ирины Прокофьевны прозвучала песня, ставшая народным гимном Великого Праздника Всех Россиян. Али Баташев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.